Здравствуйте, люди! В детстве я читал книги о путешествиях Жулия Верна Альфреда Шклярского. И мне казалось, что настоящих путешественников больше нет. Но это не так. Сейчас я в гостях у Фёдора Конюхова, воздухоплавателя, мореплавателя и священнослужителя. И поговорим мы с ним о его предыдущем и предстоящем путешествии. Фёдор Филиппович, у нас есть много вопросов от слушателей радио «Комсомольская правда». Спрашивает Александр, было ли ощущение пройденного расстояния, когда вы там на высоте летели на аэростате? У меня была цель облететь вокруг света на воздушном шаре от старта до финиша. Это и есть мое расстояние. А какое там пройденное расстояние, у меня нужно было закрыть земной шар. Я ходил шесть раз вокруг света на яхте, так же выхожу и должен завершить его в том же порту, где и здесь я вылетел с Нордхэма, с маленького аэропорта города и прилетел туда. Вот это и было мое расстояние. Александр другой вопрос задает. Как вы размораживали еду на высоте? Я не ем, потому что там я летел все время с кислородной маской, еду я, если взял, то я выбросил. На третий день, потому что я от Австралии не мог сбрасывать продукты, я сбросил в океан. Намело всего два ящичка продуктов, картон, и я сбросил, потому что я не мог кушать, потому что я все время летел кислородной маской, так что мне продукты не потребовались. И вы ничего не ели во время путешествия? А я летел всего 11 дней, так что это очень небольшое время. Спрашивает Егор Прямаков. Если бы была машина времени, то в какую эпоху вы бы переместились? Ну, я об этом не задумался, но мне эта эпоха нравится. Я бы не знал, если бы я был 100 лет назад или 100 лет вперед, смог бы совершить. Мне этого обижаться нечего. Я все то, что в детстве задумал, совершил и больше даже. Зачем же мне другая эпоха? Я очень счастлив, что я жил в 20 веке и в 21 веке. Спрашивает Сергей Теремов. Сама фигура Конюхова возникла, как из табакерки. Прошлое ваше довольно смутное. Поэтому хотелось бы узнать о вашем прошлом, а именно в период с 10 до 25 лет. Чем вы занимались? Я также учился, жил, учился и путешествовал. А эти фигуры мои тогда... Меня кто знал? Даже почему я люблю Комсомольскую правду? Потому что я участвовал в 7 лет в полярной экспедиции Комсомольской правды, которую возглавил Дмитрий Ильич Паром, мой учитель. И те друзья, с которыми я ходил, и в которые я научился не только путешествовать в полярных странах, но и организовать экспедиции. Но тогда Дмитрий задавал, да, он просто не следил за мной. Федор Филиппович, Стивен Фоссетт, человек, который облетел первым в одиночку на воздушном шаре вокруг Земли, он сделал это с шестой попытки. А как вам удалось с первой? Потому что Стивен Фоссетт, это мой друг, я его уважаю. Для меня пример, как путешественник, я свое путешествие посвятил ему. Перелет вокруг света благодаря Стиву Фоссетту я облетел вокруг света, потому что я изучил все его ошибки и все то, что он стремился совершенствовать в воздушном шаре. Мне было легче, ему тяжелее было, потому что он первый. Если бы я был первый, я бы тоже, может быть, ошибок и падал, и другие шары строят. После Стива Фоссета мы начали строить через 12 лет. 12 лет мне достаточно было изучить все его промахи, а это не его. И технологии согнули, и это, ну и соответственно, с Божьей помощью я это совершил. Вот шар ваш называется Россия Мортон. Мортон это что такое? Мортон это красивое название. Я горжусь, что я личил на... Я сам из Помору, с Архангельской области или губернии, как мы там жили. И Мортон означает северный жесткий ветер, даже северно-западный жесткий. Это как вот на Средиземном море, говорят, задум Гран-Мистраль или Мистраль. На Черном Назовском море задум Тримунтан. Это северо-западный ветер такой жесткий, сильный. Рыбаки, так говорят, в Поморы, рыбаки Поморы, говорят, задум Мортон. Понимаете? Значит, если Мортон задум, значит, он приносит плохую погоду, и рыбаки в море не выходят, в белое. Да. Оно, соответственно, как будто иностранное, потому что Белое море и Баренцевое море, оно больше связано было с Норвегией. И, соответственно, я так думаю, что где-то слова оттуда идут эти. Ну, как Мистраль идет от Греции, от Франции. На прошлом интервью, которое мы в Комсомолке у вас брали, вы сказали, что возьмете с собой эту экспедицию на воздушном шаре, альбом для зарисовок. Вот вы действительно его взяли, и что вы рисовали? Я брал ничего и не рисовал. А почему ничего? А потому что некогда было рисовать. Все время была работа, я не прочитал ничего, я не зарисовал ничего, и даже дневник не вел, потому что все время, то, что я с кислородом, то, что все время я вел шар, такой гигантский шар вести, это, конечно, очень сложно, но и в том числе невозможно допустить ни одной ошибки, и каждая секунда была этим занята, так что не пришлось мне рисовать. Картины будут те, которые я в память себе оставил? Хочу написать картины, дневник я очень не вел, так что в книги, может, каких-то своих книг буду вставлять свои размышления о воздушном шаре, но я ни одной записи не сделал, я только все время писал высота, эшелон какой, скорость, направление, все то, что здесь печарами, переговоры, ну, именно не переговоры писал, а просто я живу только в Чили, пролетел за один час, Аргентину за 9 часов, там, это, это, Урагвай за 3 часа, я говорю, Бразилию, ну, там часть немножко, кстати, за полчаса, Атлантический океан за полтора дня, так что скорость большая была, я не смог это делать. Вы сказали, что эти картины у вас в памяти, какая самая красивая картина, может быть, звезды, море, волны? Да нет, я хочу просто написать облака, которые стали у меня впереди, когда я уходил к Антарктиде, чтобы их обогнать и зайти им вперед. Вот это я первую картину, которую я напишу, так она сейчас пока у меня вырисовывается. Насколько я помню, самым рискованным этапом был как раз вот этот маневр на юг, к Антарктиде, чтобы уклониться от неблагоприятной погоды, вот как вам удалось благополучно совершить этот маневр, чтобы вас в Антарктиду не было? Все время было, как только перед самым стартом, уже было сложно, потому что поднять такой шар, это очень сложно. В конце было еще сложнее, и все, перелет весь был сложен. Но когда я вышел в Игизский Кен, мне сказали, что идет впереди грозовой фронт. Шторм. Да, и он идет со скоростью 80-100 километров. Если вы, так и сказать, если вы можете пристроиться, у него сзади идти, но тогда у вас не хватит топлива, пропана, и вы упадете в океан. Вы можете перелететь через него, я попытался это сделать. Ночью я мог подняться на тепловых горелках, на пропане, только на 10500 метров. А днем на гелии, на гелии, солнца мало, там же полярная ночь, и я мог подняться только на 11200. А круглый нимбус, все тучи стояли на 12 и выше. Я сказал, что я не могу перелететь. Тогда они мне сказали, это меня вели бельгийцы, с Бельгии, института метео, бельгийский. Они вели меня и сказали, тогда будем предпринимать такое, найдем тебе высоту и шалон, который ветер дует к Антарктиде. Ты должен подойти к Антарктиде. Найдем тебе другой ветер, который от Антарктиды пойдет на Австралию. Ты перелет. Но должен точно-точно везти 10-20 метров. Это будет ошибка, ты останешься в Антарктиде, потому что там поляра ночь. Если, соответственно, у них уже самолеты туда нет, и грозы. Если ты ошибку сделаешь, ты уйдешь в грозовой фронт, ты взорвешься. Если уйдешь в Антарктиду, поляра ночь. А поляра ночь чем мне грозила? Ну, температура там все равно, что полярная, что не поможет. У меня было 58 за бортом, 60. А это грозило то, что гелий расширяется только благодаря солнцу. А там солнца нет. Только он выходит и заходит. Соответственно, я... Почему я когда приземлился, если вы видели, у меня очень было много гелия. Шар был... Вот когда стих после приземления, у него шар был такой более, можно сказать... Сдувшийся. Меньший, да, сдувшийся, меньше. У меня был... Потому что я мало пользуется гелий, потому что я шел возле Антарктиды. Но зато у меня... Мы брали пропану на 16 дней, а я только 11 дней. И у меня осталось пропану от силы на сутки, от силы на полтора суток. И я больше работал на тепловых горелках, потому что у меня не было солнца. Из-за того, что солнце только подымается, уходит за горизонт. Там полярный... Почему мы полярную ночь выбрали там зима? Потому что если бы я летом взлетать, над Австралией грозовые тучи, я бы тут же на старте, через день, через два, я бы взорвался за счет гроз. И почему зимой меньше вероятности попасть в грозы? И мне с Божьей помощью это удалось. Вы несколько недель провели в Австралии, ожидая погодного окна. Вот как простые австралийцы относятся к вашей экспедиции? Ну, ко мне там очень хорошо. Ну, ко мне мои экспедиции все хорошо относились. Австралийцы все дали разрешение. Все было получше, приехали. Я же сдавал экзамены там, чтобы получить удостоверение. Я же приехал с российским удостоверением воздухоплавателя. Я получил там, экзамены для меня сделали отдельную и с удовольствием приняли, выдали диплом. Правительство Австралии очень хорошо ко мне внесло. Когда я взлетел в Новозеландцию, меня очень хорошо. Я думал, что я больше буду с диспетчерами разговаривать, и диспетчеры будут меня вести, какие эшелоны. Я уже, к примеру, знал. Это почему долгую работу? Все эти полтора месяца я там не сидел. Я там все время изучал, все время вели переговоры, все время... А когда взлетел, диспетчеры мне говорят, Федор, мы тебя пропускаем, будем везти тебя. Мы тебе дадим. Залетаю в сектор Новозеландии, новозеландцы ко мне. Залетаю в сектор Полинезии. Полинезийцы мне дали хороший проход. Чилицы, они меня знают, любят. Я же навесил лодки, я же много раз там был. Они просто даже пожалели, что я быстро пролетел через Чили. Аргентин... Я же был... Я пролетел через Аконкагу, возле Аконкаги проходил, ну, выше, соответственно. Это вот... Аргентинцы у меня просто сказали, ничего, не волнуйся, мы тебя... Открываем дорогу, иди, как ты идешь. Почему у меня скорость была большая? Я вышел, я думаю, что иду. А если бы не давали чуть ниже, чуть выше, пропускать, я бы терял скорость. Ну, то, что работаем, ну, Урагвай, Бразилия, это страны, которые любят Россию. Ну, а также Южная Африка любит Россию. У меня никаких проблем не было. Ну, и потом у меня столько стран готовили экспедиции. И Бельгия, и Англия, и Америка, и Испания, и Италия. Это все у меня готовили. И Германия, и другие страны, которые мне помогали в этом осуществить этот перелет. Федор Филиппович, я очень много путешествую в России, в других странах, и постоянно везде свалки, постоянно люди угнетают природу. Вот что нужно-то, чтобы это прекратилось? Да нет, это, чтобы прекратить, человек должен быть образованным, должен любить именно свою планету, не только свою страну, это очень хорошо, патриотизм своей страны, это очень хорошо, но он должен любить нашу планету. Если будет в другом уголке нашего земного шара что-то плохо, ну, мы же знаем, тот же Чернобыль, тот же Япония, да, Фокусима, и другие войны, войны идут в других странах, а нас это отражает. Это же человек и дети, вот я детям, внукам, и ученикам, у меня же школа путешественников, и в Мясе, и в Тотьме, в Волоке, да, я им объясняю, что не только надо любить, это хорошо, когда надо любить всех. Господь Бог призвал и дал заповедь, возлюбите ближнюю, как самого себя. Он не говорил, чтобы мы только любили родственников, но он не говорил. Он говорил, потому что все мы дети на земном шаре, созданы Господом Бога, и он всех любит, как и любит сомалийца, как и любит русского, как и любит американца, он всех любит, а политические системы, экономическая система, военная система, религиозная и образовательная, даже образовательная в школах, не только, говорю, в нашей России, и в других странах, вот это разрушает. Я не видел на земном шаре некрасивых мест, не видел. Господь Бог создал такую красивую землю, все полярные страны, Арктика, Антарктина, я же был на всех континентах, и там почти всех странах, да, и это нету, даже людей нету некрасивых, нету некрасивых. Я был в Сомали два раза, я был в Эфиопии, я жил в Эфиопии год, я жил во Франции два года, ну, в России, тоже в Австралии, сколько я провел, и в других, и в третьих, и в Монголии. Все люди очень красивые, все люди очень красивые, все люди добрые. А вот как то, что я назвал, вот это и делай. Я когда-то в Сирии, при советской власти, я делал, ну, Бенали тогда было, я в Сирии свои картины выставлял, я же человек союзного художника с 1983 года, и в то время я в Сирии выставлял, это очень красиво. А когда я сейчас смотрю, как ее разрушают, думаю, люди строили все, а кто ее разрушает? Те люди, которые не образованы, не образованы. Также должна образовательная система быть во всем мире на мир, на доброту, на не разрушать земную, даже и океаны, они тоже много загрязнены. Я же сейчас летел вокруг света по-своему считаю, что маршрут, то я же ходил шесть раз в кроссветное плавание, и вот Асона Киргилен, как мне сказали, передала, мой сын, что возле Киргилена, ты должен зайти за кинул, думаю, ну, началось. Я никогда не, шесть раз проходил остров Киргилен в Индийском океане, никогда его не проходило спокойно. Всегда там штормы, шторма, ураганы, снег. И так же я сейчас подлетаю. Здрасте. Возле Киргилена, значит, земной шар очень маленький. Смотрите, я без двигателя, без ничего взял, облетел за 11 дней. Но если бы я не пошел к Антарктиде, это было бы за 10 дней. А, может, даже за 9 дней, мы расчеты были 9 дней, там, с часами, ну, пускай 9,5 дней. Это очень большая скорость. Когда сейчас ураганы, тайфуны разрушают Японию, наш Приморский край, там ветер, думаю, 100-130 км в час. У меня там 230 км в час. Два урагана, и я шел в таких вот потоках. Ну, конечно, я там не ощущал, потому что я шел уже в потоке. — Вы неоднократно сказали, что человек должен быть образован, что должно быть правильное образование. Вот как конкретно образовывать? Что вот ставить ребенка и говорить «люби природу» или вот как? — Своим примером, своим примером. Вот так раз и не надо так говорить. Мы будем говорить, и мы это, так же, как я часто вижу родителей, вот сейчас я был в школе, ну, выступал, родители провожают, красивую маленькую девочку с букетом, с бантиком, он сам стоит и курит, второй стоит и пьет пиво. Вот это и есть пример. Вот это и есть пример. Мы должны прижать, и когда мне говорят, мы воспитываем детей, или мне, особенно часто ваши, и зрители ваши, все задают, а ты воспитываешь своих детей? А я часто спрашиваю их, а вы ли воспитанные, чтобы воспитывать? То есть мы должны быть воспитаны. Мы должны, человек, верующий Господа Бога, любой конфессии, любой конфессии, никогда там нету призыва к разрушению нашей планеты. Нету ни мусульманской, ни буддистской, ни христианской веры. Нету такого. Федор Филиппович, журналисты вокруг вашей экспедиции создали очень много мифов, дескать, якобы шаманы австралийские вам помогали, это же бред. Ну, видите, журналисты ищут что-то, вы посмотрите, в Австралии нету шаманов. А когда я говорю, а все мы считаем образованные, я говорю и журналистам, когда вот говорят, я и священникам говорю, посмотрите. Но никто не хочет смотреть, даже смотреть. Они даже не знают, что такое Австралия, какое там вероисповедание, вы эти все аборигены. Понимаете, я протеерей русской православной церкви, московского патриархата, верую в нашу Господу Бога Иисуса Христу, служу нашей православной церкви и нашему святейшему патриарху Кириллу. Но журналисты, как вы сказали, и другие люди, им приятно, чтобы посеять смуту. Но чем больше обо мне говорить плохо, чем я грешен. У меня грехов очень много, но только не эти грехи. У меня достаточно грехов. Говорится, чем больше они говорят, чем больше Господь Бог простит мне другие грехи. С чем ты больше делаешь, чем больше общаешься с людьми. Вы что, думаете, сейчас наша передача выйдет, и все будете восхищаться мной? Нет, ну это и хорошо. Человек должен делать свой выбор. Если у тебя нет врагов, ты ничего не стоишь. Понимаете? Ты должен быть, знать, зачем ты пришел в этот мир, что ты хочешь это сделать, для кого ты хочешь сделать. Я знаю, зачем я пришел. И я говорю, читайте мои книги. Ну, мало кто их читает. Я пишу, я же член Союза писателей еще с 1986 года. И у меня написано очень много. А ко мне приходит, подписывал даже мои книги. Говорю, а вы читали мои книги? Да нет, я не читал. Дайте мне автору, чтобы поставить. Федор Федорович, я читал вашу книгу, как адмирал Ушаков в Черном море русским взял. Это для детей я написал. Я в душе ребенок. Да, да, хорошо, что ты тоненько прочитал, да. А толстый ты не прочти. Да, может быть, они скучны. Но там я, как раз, отвечаю. И там, как раз, вся моя биография есть. Если взять моих 5-6 книг, почитать, то там есть вся биография, как я родился, и как я сейчас, у меня 65 лет. Мне говорили, напиши мемуары. Это очень скучно. В мемуарах там все есть, только нет того, о ком пишет, он пишет о себе. Я в каждой книге о чем-то описываю. Или детство, или свою учебу в мореходном училище, или свою учебу в духовном семинаре, или свою работу, где я работаю. Или когда человек прочитает 3-4-5 книг, и он примерно будет знать о моей биографии. А людям просто надо по полочкам еще и кратко сложить. Ну, может быть, когда-то он пишет, но у меня сейчас нет времени. Да, мне 65 лет. Я люблю нашу планету, люблю людей, люблю приключения, люблю романтику, познания. Я любопытный, любознательный. Если я пишу об Эвересте, я должен быть на нем. Если я пишу о мысли гор, я должен проходить его. Если я пишу о пустыне, или о полярных странах, я должен их видеть. А вот любопытство – это не грех? Почему? Любопытство – это не грех. Конечно, я любопытный. Если любознать, это познание. А любопытство просто… У меня сейчас было любопытно, когда пролетал астероид, 77 тысяч километров вдали от нашей. Я не знаю, я не любознательный. Это потому что я не изучал это. Я просто любопытный. Как он пройдет? Он прошел с Божьей помощью. Любознательство – это когда ты познаешь, любопытство – это когда ты интересуешься. Я интересуюсь тоже. Я же не могу все изучить. Вы сказали, что у вас есть грехи. Вот нет ли у вас искуса впасть в гордыню из-за того, что вы великий путешественник? Обошли его. Ну, это и будет в моей грехе. Есть мой грех, но я с ним сам борюсь. Ну, потом я уже, насколько я старый, что это уже 10, 20, 30 лет. А вы могли бы такой задать вопрос. Сейчас уже не надо задавать. Я уже чувствую тот мир. И какая гордыня, какие искушения. Что вы, понимаете? Так что... А вот тот мир, он какой? Я, например, его боюсь. Ну вот, а ночью рано у тебя. Ты еще не знаю. Пройдет время, ты еще молодой. Пройдет время, и ты почувствуешь. Мой, да и лучше, чем я. Почувствуешь. Потому что ты умнее, красивее, больше у тебя образования. Да и вера сейчас у вас... Никто не запрещает верить в любую веру. Господа, Бога, кем бы ты ни был. Тем более, мы живем в православной стране. Так что вам больше мир откроется, чем нам. Вот вы свое предназначение нашли. А вот как мне, например, понять, в чем мое предназначение? Ну, это надо смотреть в свою душу, в свое сердце. Когда человек рождается, вы же никогда не прислушаетесь. Есть прислушаетесь. Когда человек рождается, Господь Бог наказывает, указывает перстом. Если перевести на наш язык, и на обывательский, так сказать, язык, это неплохое слово. Что человек просто, как вы сказали, что с любопытством. Господь Бог дает ему судьбу. И кем он будет? Он, сказать, тебе дал быть хорошим путешественником, а ты стал корреспондентом. Ну, и будешь всю жизнь корреспондент среднего уровня. А в тебе есть другое. Или одному дал банкиром быть, а он пошел в художник. И плохой художник. Другому наоборот. Нужен был художник, а он пошел к финансистам. Или часто ко мне приходят, говорят, чтобы больше денег заработать, чтобы это модно. Ну, и стал, мол, а художники, они без денег там. Ну, и вот, и стал. Ты должен прислушиваться. Господь Бог на земном шаре не может человек родиться без своего призвания и без таланта. Каждому дается талант. Ну, я не говорю, если там человек рождается по немощам, по болезни. Это другое. Если человек рождается, ему дается. Ну, он выбирает то, что модно, то, что где больше платье, то, что друзья, куда пошли-то, и он пошел. А он не прислушивается к себе. Так что... Вы свои экспедиции планируете на годы и даже на десятилетия вперед. Вот о следующей расскажите. Ну, я не планирую, я все правильно. Каждой экспедиции, кто-то смотрит, как вот сейчас, потом говорит, ни с того, ни с того воздушный шар, который сейчас совершил, оно не совпало буквально на один год. Потому что еще в 1993 году, когда Стив Фоссетт и Ричард Брэнсон, американский путешественник и британский путешественник, Ричард Брэнсон, они поставили цель облететь вокруг света на воздушном шаре. Они перелетели через Атлантический океан, через Тихий океан. Это все была идея Ричарда Брэнсона. Но он не смог осуществить. Это у него было три попытки, он не смог. Стив Фоссетт смог осуществить. Тогда я следил за ними. У меня есть вырезки, когда я вырезал, приклеил. Когда в 1999 году в северном полушарии на воздушном шаре облетел швейцарец и англичанин вдвоем, и я приступил к воздушному шару. Бертран Пикар, да? Да, Бертран Пикар. Я приступил к полетам на воздушном шаре. Как любитель. Приходил, смотрел, катался на воздушном шаре. Я в воздухоплавателе знаю, в Дмитриеву летал, в Истриеву летал, летал и в других странах. А когда в 2002 году Стив Фоссетт облетел вокруг света успешно, то я приступил к осуществлению с 2002 года. По 2016. Да, я в 2014 году заказали мы шар, в 2015 хотели взлететь, но мы опоздали в сезон, сезон там только июнь, июнь месяц. И, соответственно, перенесло на 2016 год. То самое, когда кто смотрит за моими, я еще в 1997 году я уже подписал с фирмой нашей в Санкт-Петербурге «Рубин» о погружении в Марианскую упадину, на батискафе, протокол намерения подписали. И мы этот введем проект, ведем проект. И вот он сейчас у нас на подходе, этот проект. И то же самое, когда в 2006 году индийский воздухоплаватель поднялся, побил мировой рекорд в стратосферу, мы приступили к осуществлению. И сейчас на подходе как раз два проекта – подняться в стратосферу и погрузиться в Марианскую упадину. Вот это мои счастья. Чем я сейчас занят? И мне уже, если точно сказать, Эдуард, мне уже как-то то, что прошла моя экспедиция, не очень уже интересно даже и описывать ее. Я же уже другим. Я сейчас улетаю снова в Индию, встречаться с индийскими воздухоплавателями. А как его зовут? По-моему, я лечу, говорится, в Италию, лечу к Павлу Банану, встречаться с итальянским воздухоплаватом. Я лечу сейчас к Пикару, с ним встречаться. Край, говорится, и то же самое в Англию. Или Англию, мы сейчас пока не решили, где будем строить это воздухоплаватель. А как высоко надо подняться, чтобы вот этот рекорд? Ну, на сегодняшний день 21 300 метров рекорд по высоте на тепловом аэростате. И мы хотим ее увеличить. И чтобы этот рекорд был за нас, за Россию. Как сейчас вокруг света за нами, на воздушном шаре. То же самое, как и в весной лодке, где вот она стоит. Вы планируете в России подниматься? Ну, планируем. Было бы хорошо, если бы в России. Я бы мечтал в России подняться. Но это будет зависеть от тех, кто будет финансировать. Благодарю вас. Еще одна просьба для музея Комсомольской правды. Да, можете подписать. Сейчас у меня маркер есть. Я люблю Комсомольскую правду. Комсомольская правда отвечает вам взаимностью. Да, потому что моя юность там прошла. А первый раз на Северном полюсе я пришел как раз в экспедицию Комсомольской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Догнал «Ацин» Субтитры создавал DimaTorzok